Подразделения ПВО получили новые командные пункты. В планах перевооружение на модернизированную ОСУ. Недавно в 740-м зенитном ракетном полку Вооруженных сил Республики Беларусь поступили батарейные командные пункты на базе универсальной боевой платформы «Манул». Их произвело научно-производственное общество с ограниченной ответственностью ОКБ-ТСП. Вероятно, новые БКП заменят подвижные пункты управления подразделениями ПВО ПУ-12-М, которые были спроектированы на базе бронетранспортера БТР-60ПБ. Впервые «Манул» был показан на выставке «Милекс» в 2019 году. Тогда он еще назывался «Секач». Это полноприводный бронеавтомобиль колесной формулы 4х4. Машина предназначена для управления зенитным ракетным подразделением и обеспечивает прием оперативно-тактической и воздушной обстановки. Обеспечивает автоматизированное управление подчиненными огневыми подразделениями в системе ОСУ ПВО, а также ввод и выдачу на командно-штабную машину, редут информации о боевой готовности подчиненных подразделений. Сколько новых БКП было передано в 740-му зенитному ракетному полку, не сообщалось. Их количество можно оценить в не более чем 4 единицы, так как в составе полка есть 4 зенитные ракетные батареи. Кроме того, на вооружение 740-го полка ожидается поступление и модернизированных зенитно-ракетных комплексов ОСА. Новые комплексы уже были опробованы военнослужащими в течение 2023-24 учебного года. Благодаря модернизации ЗРК была значительно увеличена дальность обнаружения воздушных целей, повышена точность определения координат летящих объектов, а также улучшена надежность аппаратуры. Модернизированный комплекс размещен на шасси автомобиля МАС. Сроки поступления модернизированных ЗРК ОСА не назывались. Напомним, что в августе 2023 года В ходе полевого выхода 740-го зенитного ракетного полка военнослужащие изучали модернизированный ЗРК ОСАМА. Отмечалось, что комплекс обладает улучшенными тактико-техническими характеристиками. Благодаря повышению уровня автоматизации и улучшению эргономики сокращено время работы расчета, повышена живучесть боевой машины, улучшены разведывательные и огневые возможности. В открытых источниках можно найти информацию, что комплекс ОСАМА ранее был на вооружении ВМФ СССР. Предприятиями белорусского ВПК на протяжении многих лет проводятся работы по модернизации ЗРК ОСА. Так, в марте 2024 года. Госкомвоинпром сообщал о завершении полевых испытаний модернизированной боевой машины 9А-33-2КБ из состава зенитно-ракетного комплекса ОСА. Модернизация проводится в Борисове на заводе по ремонту радиоэлектронного вооружения. Она затронула основные системы боевой машины, что позволило существенно повысить ее боевые и эксплуатационные характеристики. В ходе модернизации 70% штатной аппаратуры были переведены в цифровой формат. Изменения претерпела и компоновка радиоэлектронной аппаратуры. Машина была переведена на новую колесную базу и получила шасси МАЗ 6.3.1.7. Кроме боевой, на колесную базу была переведена и транспортно-заряжающая машина. После модернизации ТЗМ может перевозить 24 зенитные управляемые ракеты. Вдвое больше, чем раньше. В октябре 2023 года сообщалось о постановке на производство машин 9А-33-2Б и 9Т-217-1Б. О сроках начала их передачи в войска не сообщалось. Вероятно, 740-й зенитный ракетный полк получит не ЗРК ОСАМА, а модернизированные боевые машины 9А-33-2Б и ТЗМ-9Т-217-1Б из состава ЗРК ОСА. Отметим, что это не первая попытка провести перевооружение 740-го полка. Так, в конце 2016 года на вооружение 740-й зенитной ракетной бригады поступила батарея российского зенитно-ракетного комплекса ТОРМ-2К. Однако позднее была передана в 1146-й зенитный ракетный полк. Официально чиновники МОРБ не сообщали о планах по снабжению подразделений войсковой ПВО-БКП на базе УБП «Манул», а также модернизированными ЗРК ОСА. Учитывая возможное начало поставок в войска модернизированных ЗРК ОСА, нельзя исключать, что новую технику получит из формированной в Гродно 62-й зенитный ракетный полк. Также отметим, что несмотря на свой преклонный возраст, ЗРК МОСА активно применяется в Украине. Например, для борьбы с беспилотниками различных типов. Поэтому проведение модернизации комплекса позволит значительно продлить срок службы ЗРК в подразделениях ПВО-ВРС-РБ, особенно принимая во внимание налаженный ремонт ракет для ОСА.